приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мировым и добра очередной агрогороскоп и он посвящен всем посевам в месяце март 2023 года все расчеты делаем по киевскому времени но более точной по всем культурам у нас есть отдельные агрогороскопы и будут еще дальше продолжаться поэтому здесь я не особо буду останавливаться с какого по какое время вы уже пожалуйста уточняйте то что есть много объяснений почему именно так нужно делать итак начинается март месяц в знаке близнецы это рано утром вернее ночью и уже в 4 часа 41 минуту луна растущая луна это у нас уже смотрите вторая фаза будет завершаться мы идем в полнолунию и вот переход у нас будет знак рак этой растущей луны 4 41 лучше всего после уже 8 часов можно заниматься посевами семян томатов это 1 марта и 2 марта сразу же скажу 3 до 11 часов желательно все сделать так вот посевы на рассаду не только на рассаду и где-то уже в теплых странах и в грунт сеем семена томатов сладкого и горького перца баклажанов капусты огурцов зеленых культур кабачков горох от цветов микрозелень в эти дни семена земляники клубники на рассаду смотрите какое хорошее время как продуктивно начинается месяц март очень хорошие дни но далее чуть-чуть уже не такие у нас продуктивные дни и они связаны с тем что мы приближаемся к саженному пути полнолуния вот у нас лев 3 вечером переход будет луной из знака рак в знак лев 17 17 до этого была луна без курса но вечером мы особо не сеем не высаживаем а вот смотрите 4 и 5 до 14 часов что можно делать во льве растущая луна супер зерновые седераты мы столько раз проверяли прекрасно получается горький перец прекрасно можно семена горького перца на рассаду микро зелень и зерновых культур шикарная получается очень вкусная и вот это у нас во льве что можно делать ну а дальше вот этот саженный путь полнолуния который проверили не только мы много лет но и наши подписчики уже знают прекрасно что этот период да что-то можно посеять и посадить даже она примется и даже пойдет рост а затем куда-то исчезает как будто бы действительно сгорает это растение и его просто не находишь на грядки поэтому 5 после 14 часов 42 минут начинается вот этот сожженный путь полнолуния 6 продолжается 7 самого 7 марта это полнолуние 14 42 эта точка от которой мы считаем плюс-минус 48 часов и 8 тоже даже переход в знак весы в 16 45 вот 8 это тоже не рабочее время и не рабочее время не посевное еще у нас и 9 захватывает до 14 42 минут ну а уже с 15 часов можно будет 9 10 очень интересный период знак весы сразу же после сожженного пути полнолуния здесь можно сеять и вершки и высаживать корешки что можно делать ну вот по картофелю я сразу же иеревизацию внесла сюда посадка картофеля для хранения можно в это время сеять семена капусты белокочанной микрозелень в эти дни вот 9 10 готовить можно высаживать высевать семена цветов горох щавель крест салат горчицу шпинат и лекарственные растения на рассаду прекрасный получится результат итак 9 после 15 часов 10 все 24 часа далее у нас будет хороший период когда кстати это у нас уже третья фаза идет и здесь у нас уже ближе ближе завершение третьей фазы видите поэтому мы уже в скорпионе используем посев и посадку только корнеплодных овощей и так можно посмотрите переход будет в скорпион в 2 часа 7 минут но мы всегда даем несколько часов для того чтобы вот эти энергии уже успокоились и работали уже энергии скорпиона вот утром пять шесть часов вы можете в четыре часа у кого есть какое желание после четырех часов что можно делать в весах то есть скорпион прошу прощения скорпион уже 11 и 12 здесь можно высаживать картофель до раннего урожая но этот картофель не будет храниться это сразу же предупреждаю небольшое количество можно сеять редис дайкон редьку вот эти семена дают прекрасный урожай и сочные очень получается редис можно сеять семена сельдерея сельдерея корневого корневой петрушки ранние сорта моркови свеклы и пастернак тоже можно и микрозелень в эти дни вот микрозелень как раз нормально будет все хорошо получится и все вот это у нас на два дня такая важная работа а далее будет время стрельца а время стрельца что можно делать самая главная задача сохранить семенной фонд у стрельца поэтому сеем семена или высаживаем высадки различные для получения качественных семян это в первую очередь очень хорошая получается микрозелень а также сеем сидераты потому что они быстро растут и очень быстро получаем результат еще до это особенно для теплиц до момента высадки рассады так что вот эти дни очень хороши для этих важных работ затем у нас очень хороший период и это период будет уже переход правда из знака стрелец в знак козерог и здесь переход луны из 3 в четвертую фазу поэтому у нас чистое время вот ждем козерог мне очень нравится этот знак когда уже до 16 часов будет работать энергия вот этого переходного стрессового периода переход из 3 в четвертую фазу и вот этот период уже после 16 часов можно использовать в козероге для посадки картофеля для посадки лука чеснока для получения луковиц здесь кстати картофель драха для хранения очень хороший получится это кстати начинается 15 после 16 часов 16 и 17 до смотрите вот я сразу же вам показываю желательно до обеда чтобы потому что у нас луна без курса 16 часов 14 минут желательно до 11 12 часов успеть вот эти все посевы и посадки вернемся сюда на 16 где я записала все абсолютно почти что культуры название культуры здесь очень хорошо сеять семена картофеля на рассаду семена лука для получения луковицы тоже на рассаду семена свеклы моркови корневого сельдерея пастернак короче все одним словом корешки все корешки 16 замечательно кстати и для семян очень хороший знак так что можно использовать тоже и вот этот период идем дальше а дальше у нас все ближе новолуние и впереди вот после козерога у нас всегда водолей водолеи что можно делать а можно 18 и 19 желательно утром еще что это если вы занимаетесь семеноводством селекции то вот то что вы новое придумали вот нужно обязательно проверять и вот 18 и 19 но и еще можно после 17 часов 17 когда луна зайдет в знак водолей супер время для проверки новых сортов овощных и цветочных растений вот мы пробовали несколько раз и что получается как будто бы всходят и растут вот новое что-то там создано а затем они все эти растения раз и заболелись и их нету что с ними произошло а одно осталось вот это одно которое осталось его можно оставить но и испытывать дальше проводить дальше работу с этими семенами если хотя бы 10 20 процентов от тех растений которые вы новые создали есть возможность вот такие остались сильные растения значит можно работать с этими семенами дальше это что касается селекционеров они прекрасно знают вот этот период для испытаний а затем уже 19 после вечером начинается в 19-23 геката но а днем луна без курса в 12-33 а это значит у нас время уже завершилось всех посев и посадок и 20 хотя это день весеннего равноденствия прекрасное время уже в рыбах можно будет отпраздновать новый год и 21 тоже и новолуние 21 смотрите далее 22 и 23 это время у нас гекаты 23 время гекаты завершается в 19-23 и что можно делать а 23 уже вечером в тельце в 20-43 то есть после 21 часа чуть позже дайте время еще больше для того чтобы в тельце 23 в конце суток 24 и сразу же покажу вам 25 вот смотрите сколько у нас здесь записей постарайтесь в период здесь луна без курса 18 часов хотя бы за два часа до момента вот перехода в это состояние нужно будет все работы с пассивами вершков а что уходят у нас вершки потому что 24 можно будет в тельце прекрасно сеять семена томатов сладкого и горького перца на рассаду далее семена баклажанов капусты огурцов зеленых всех культур не буду их перечислять одним двумя словами их называем горох кабачки цветы все вот это можно будет в тельце все вершки 24 и 25 желательно до периода до 14 часов хотя бы все эти культуры 25 до сеять если не сделали это 24 далее уже будет переход 26 из знака телец в знак близнецы мы в близнецах уже после четырех часов утра 26 можно сеять семена цветов на рассаду валерианы семена тоже на рассаду мы вот пробовали в близнецах получилась хорошая рассада и очень дружная семена земляники клубники можно сеять на рассаду а также хризантемы на рассаду мне многие спрашивают когда 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 вот можно или в тельце или можно вот в близнецах в тельце очень много работ и можно перенести еще этот день удлинить но заранее в близнецах не поливаем заранее увлажняем почву и еще очень такой срезанный период из-за того что 29 будет переход луны из первой во второй фазы и у нас получаются кусочки рабочих периодов 28 будет с 15 до 18 три часа хороший далее уже 29 после 18 часов и до конца суток и 30 с утра и желательно до 15 до 14 часов завершить вот эти все посевы что можно в раке на растущей луне сеять да все культуры все вершки огурцы капусту томаты сладкий горький перец баклажаны зеленые культуры капуста практически все сидираты и микрозелень меня спрашивали по микрозелени пожалуйста сейте микрозелень во все дни кроме вот этих красных квадратиков а то можно использовать для замачивания семян вот эти дни все все посевные и завершается месяц 31 в знаке лев лев очень хороший до зерновых сидиратов для посева семян горького перца на рассаду микрозелень из зерновых культур тоже шикарная получается и вот такой у нас агрогороскоп на 2023 год на март месяц пришло время сделать скрин вот так весь у нас агрогороскоп на март месяц 2023 года готов можете сделать скрин сообщаем что это видео подготовили раиса горяченко и александр волик мира вам здоровья вам благодатной погоды тепла и уюта в ваших домах до новых встреч на нашем канале в новых видео пока пока раиса горяченко дача сад город квіти миру вам та добра пропонуємо вам посевный агрогороскоп на березень месяц 2023 року розрахунки по киевскому часу починаються місяць с часу місяця в близнюках але це буде початок доби а уже після шостої години ранку краще уже будуть енергії працювати в повну знаці рак можна першого після шостої години ранку далі другого та третєго третєго бажано до 12 години саме пізніше а краще до 11 години 30 хвилин посіяти насіння на розсаду таких культур це помідори солодкий та гіркий перець баклажани капуста огірки зелені культури горох кабачки квіти полуниця суниця всі вершки будь будь ласка сійте насіння на розсаду або відкритий ґрунт якщо у вас тепла країна ось бачите які у нас багаті продуктивні ці дні початку березня далі трошечки менше продуктивний час буде коли уже місяць зайде знак лев буде вже 3 17 17 перейде в цей знак місяць і краще всього вже 4 та 5 можна сіяти зернові сидирати висівати насіння гіркого перстю та мікро зелень із зернових культур можна оце все в цей час робити далі у нас час спаленого шляху місяця всі ви це знаєте вже хто уже досвідом нашим користувався і самі перепробували що цей час не для посіву і цей час у нас 14 години починається 42 хвилин 5 6 7 березня 8 березня і цей час продовжується до 9 березня до 14 години 42 хвилин і уже після 15 години в знаці терези починають працювати продуктивні енергії для зросту і гарного росту рослин а потім гарного вражаю отож 9 можна посадити картоплю і ще можна посіяти насіння вершків вершків капусти білоголової квітів гороху щавель кресь салат гірчиця шпинат лікарські рослини і це в нас 9 після 15 і 10 березня ось такі два дні теж багаті на ці роботи але вже далі у нас третя фаза йде скорпіон і вже ми не можемо використовувати 11 та 12 11 після бажано 4 годину можна вже висаджувати картоплю але нагадую в скорпіоні це картопля не для зберігання можна посіяти насіння моркви буряка кореневої петрушки кореневої селери редис редьку дайкон всі корени плодові овочі особливо мені подобається редиска і редька вона такі і дайкон до речі такі соковиті і солодкі виходять скорпіоні отож можна використати ці два дні для посіва посіву та посадки корени плодових овочів йдемо далі а далі стрілець уже 13 буде перехід в 9 годин 22 хвилини в знак стрілець і тут вже бажано після 10 години 13 та 14 сіяти насіння та висаджувати висадки овочевих культур корени плодових бажано всіх рослин для того щоб отримати о якісного якісне насіння корени плодових овочів і мікро зелень можна замочувати в цей час особливо мікро зелень зернових культур 15 березня буде перехід місяця із 3 в 4 фазу і в цей же день буде перехід місяця із знаку стрілець в знак козиріг після 16 години вже наступає продуктивний час козирогу це четверта фаза і от 15 після 16 години та 17 березня бажано до 13 саме пізніше 14 години провести посіви всіх корени плодових овочів це у нас і картопля на зберігання і насіння картоплі насіння цибулі для того щоб отримати цибулину а картопля для того щоб отримати розсаду далі можна чесники цибулю ярові висаджувати цей час сім моркву буряк для отримання не тільки раннього урожаю а хто буде його трохи зберігати будь ласка теж це дуже гарний час козирозі щоб він зберігався цей буряк та морква кореневу селеру петрушку кореневу будь ласка це все можна висаджувати і дуже теж добре виходить редиска редька та дайкон але вони не такі соковиті як у скорпіоні але дуже добре зберігаються отож можемо використати цей час далі у нас час наступає водолія здавалось би що він у нас не підходить ні для яких посівів але це дуже гарний час для того щоб перевірити нові сорти та овочі овочів та квітів якщо ви щось нове як селекціонер створили будь ласка перевіряйте дуже цікаво наблюдати за цим спостерігати за цим як вони ростуть ці сходи далі рослинки і потім дещо залишається а в основному це рослини всі просто падають не проходять оцю все все що треба пройти випробування і тому якщо 10 процентів або 20 залишається з цих новых рослин то можна працювати з новими сортами і далі це буде дуже гарний час для перевірки нових сортів 18 та 19 уважено зранку це завершити далі у нас 19 місяць без курсу починається о 12 годині 33 з 19 23 починається геката 20 день весняного рівнодень і до речі можна буде якраз не будемо зайняти ці роботою можна буде відзначати Новий рік це час буде гекати 21 це саме Новомісяча 22 гекати і 23 теж геката і вона закінчиться в 19 23 це не посівний час а уже 23 увечері після 20 години 43 хвилини перейде місяць в знак телець бажано десь з 10 години можна починати або і пізніше починати посіви насіння знову ж таки дивіться це в нас зростаючий місяць і гарний час для того щоб посіяти насіння помідорів капусти баклажанів солодкого гіркого перця огірків кабачків гороху квітів зелених культур сидераці це буде 24 та 25 бажано до 15 години всі роботи провести посіяти 25 тому що далі буде місяць без курсу 26 місяць перейде зростаючи в знак близнюки отож після 4 години ранку 26 можна сіяти насіння квітів суниці полуниці насіння хризантем на росаду і насіння валеріани у нас якраз був такий досвід месія насіння валеріани в близніках дуже гарний результат отримали але завчасно треба зволожувати гарно землю 28 29 30 бачите як у нас дуже гарно все такий колір і зелений і синій і червоний тому що 29 перехід місяця з першої в другу фазу і у нас отакі відрізки роботи буде 28 з 15 до 18 29 після 18 18 годин до кінця доби і 30 зранку і бажано до 13 14 годин завершити ці роботи будь ласка зверніть увагу це дуже гарний час для посіву насіння помідорів перцю баклажанів капусти квітів мікро зелень огірки кабачки горох всі вершки будь ласка можна сіяти і завершиться місяць 31 в знаці лев а це значить що можна сіяти насіння зернових сидіратів та гіркого перцю і мікро зелень закладати для того щоб отримати оці маленькі ростки для вітамінних салатів час нашого відео добігає кінця залишається зробити скрін та залишається повідомити що це відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік хай вам щастить у всіх ваших справах миру тепла та затишку у ваших будинках бувайте здорові до нових зустрічей на нашому каналі Дякую за пересення! Продолжение следует...